Май-июнь – время массового появления бабочек. Часть из них внесены в Красную книгу. Какие редкие бабочки встречаются в Приднестровье и чем они интересны, узнавала Катерина Воронченко. О бабочках можно рассказывать не просто весь день, можно бесконечно рассказывать. Только посмотрите, какая коллекция открыток 83-го года рисовал их настоящий художник. Кроме этого, есть еще и целая серия книг, посвященная бабочкам самым разным. От вредителей до простых, до красивых бабочек, которые мы обычно наблюдаем. Считается, что бабочки – одни из самых красивых насекомых, которые непременно вызывают радость. Глядя на все это цветное, веришь в то, что они действительно потрясающие создания. Сейчас мы убавим градус романтичности. С точки зрения науки бабочка – это летающий червяк. В ПГУ коллекции бабочек собирают на летней практике, когда гоняются по полям за образцами вредителей. Дальше у насекомых два пути – в банку со спиртом или на иголку. Ох уж эти ученые! Предлагают посмотреть на гусеницу под микроскопом. Если бы не попала на предметное стекло, могла бы стать куколкой и трансформироваться в кокон. Получается, все клетки гусеницы распадаются на клетки. И затем из этих клеток собираются новые органы бабочки. То есть в коконе жижа, по сути, получается? Да, да. В Красной книге Приднестровья сейчас зарегистрировано 45 исчезающих видов бабочек. Павлини-глаз, голубянка, бражник. Он, кстати, самая большая бабочка Европы. Размах крыльев в две раскрытые ладони. Бражников часто путают с птичками из-за уникального зависающего полета и вибрацию крыльев. Наши ученые говорят, коллекция небольшая, но эти три коробки – результат почти ювелирной работы. Это очень большая и очень сложная работа. Если вы заметите, некоторые травмированы, потому что они очень и очень тонкие. И когда чешуйка, например, открепляется и осыпается, это уже считается вид травмированной. Ну, мы в коллекцию их, конечно, поместили, но на самом деле они уже считаются бракованными. То есть это очень большая, тонкая, щепетильная и длительная работа. Но не все бабочки одинаково полезны. Гусеницы многих из них – серьезные вредители. Только посмотрите на ходы в распиле дерева. Но как бы то ни было, для многих людей бабочки – символ счастья и беззаботного настроения. А ученые говорят, когда бабочки начинают лед, к нам приходит настоящее лето. Катерина Воронченко и Дмитрий Ятькович, ТСВ.